Решила я заснять вам видео, хоть и болею, о моих штамбах Ну, сейчас уже начало сентября, седьмые восьмые числа Погода у нас плюс 30, до этого были дожди, еще лето такое было для роз, испытания Это у нас штамп новинки от Тантау, роза Валберис Вот она, не успела я ее сфотографировать, когда она распускается, очень интересный формат у нее распуска Потом она превращается в плоское существо, запах лесных ягод Это второе цветение, вот она так вымахала Первое цветение, оно более вот так где-то растает на 50 сантиметров Поэтому я сначала удивлялась, почему майланд, садовники от майланд, французской фирмы, стригут очень коротко Весной свои саженцы, это вот второе цветение, он так вымахал Роза хорошо переносит Очень хорошо переносит дожди и жару Лепесток плотный, так что если вы в жаре живете, то хорошая роза Единственное, она цветет две волны Так далее, переходим Тантау Роза Хот леди Вот такая вот она Ну это получается высокий штамп Цветок очень красивый, пахнет Кстати, Валберис тоже пахнет Хотя его отнеси парфюмным, по-моему, розам Но как-то у него запах слабоват, у этой сильней Роза первый год, поэтому она еще Как сказать Ну еще так сильно не прижилась Только вроде не болит, ну чуть-чуть плесенью была подвержена Но, в общем, жару неплохо переносит В вазе хорошо стоит И запах очень хороший И такая фуксивый цвет Такой фуксивый цвет Ну еще как бы рекомендуют, конечно, флорибунды на штамп сажать Ну вот, я решила По-моему, это Эдель Роз Надо посмотреть, что Валберис относится К какой системе роз Скажу потом Или, знаете, напишу в комментарии Ой, бабочка прилетела Ой Это как у павлини глаз Так что вот Такая роза Я все боялась, что она промерзнет Нет, нормально все Просто Я показывала У меня есть Видео, как я покупала Как я их укутывала Самое важное Вот здесь вот закрывать прививку Ну чем там Я закрывала этим флисом Ну этими пленками Огородными Вот В то же время Смотря где вы живете У нас Минус семь Когда постоянная температура Вечером Вот Закрывается Так нет Вот у меня уже тюльпаны посажены Если Рекомендовать розу На штамбе И вообще розу Я хочу сказать Что Мари Кюри Хоть у нас старая По-моему, 79-го года Роза от Майланд Такой небольшой штамбик Роскошная роза Что я хочу сказать Ну я покупала ее по отзыву Спрашивала У женщины, которая здесь живет И она эту розу рекомендовала Он сказал Что эта роза Беспроблемная И от нее идет сильный аромат Хотя Аромат ей, по-моему, ставят 3 из 5 Кого интересует Реально сколько ей ставят Смотрите В описании Или в закрепленном комментарии У меня там стоит Фрагранс 5 из 5 Это сильный Если уже меньше Там 2 из 5 3 из 5 Уже понимаете Как запах Но Я хочу сказать Что Вот это уже второе цветение Так она вымахала А может я ее перекормила И они так вымахали Смысл тот Что запах у нее роскошнейший Надо, кстати, сфотографировать Запах сильный И аромат идет сильный Ну Она хорошо переносит Жару Вот сейчас жара Хорошо переносит Дожди Устойчиво к болезням И если вы Не такой привередом То А так я Я в основном выбираю Только новинки Но, соответственно Если она старая Это не значит, что плохо Она, наоборот, очень хороша Но единственное Я хочу сказать Хорошо она, кстати, стоит в этом Пчелки ее любят Такой цвет Когда она была Когда она была В магазине Она не Как сказать Она не произвела на меня Впечатления Вот что я хотела сказать И там она не пахла В общем, розе надо Хорошую землю Хорошей погодой Она будет сильно пахнуть Пахнет очень приятно Такой, может быть, даже Известный запах Который порошкам придают Или что-то в таком духе Ну, каких-то отдушек Вот она так пахнет Очень хорошо пахнет она Единственное Вот как раз ее Майланд ее вообще Коротко стрижет Ну, вот я тут так Подстригла Потому что Вот, смотрите Это второе цветение Она выкинула Может быть, я ее, конечно Закормила Ну, в общем Потом ее подстригу Может быть, досудово И все Так оставлю На зимовку Ну, и зиму Она неплохо перенесла Так что Вот такая вот Роза Роза, роза, роза Так, надо еще Сфотографировать Палку этот мешай Вот так Что-нибудь Палочка Не мешайся В общем, видите Серединка показывает И тут хорошо видно Как раскрывается цветок И он Вот пчелка летает И смотрите Соответственно Цвет меняется Персиково-розовый Какие-то такие Так Что хотела рассказать Еще у меня есть роза На штамбе Леонардо да Винчи И не могу ее показать Потому как она Я ее не Ну, я ее в принципе Обрабатывала Когда-то Но такая ужасная погода В общем, смысл то, что Она вся покрылась Черной пятнистостью И я, соответственно Листья все облетели Я ее подстригла И она стоит лысая На цветок, кстати Покажу Цветок Леонардо да Винчи На штамбе Последний Тут, в принципе Вот эти черные пятна В общем, они по всем Лепесткам Вот В общем Вся была покрыта Такими пятнами Потом все эти листья Обвалились Вот Не знаю, что Ну, в общем Смысл в том, что Погода ужаснейшая Но она цвела Единственное Это роза Для переднего плана Я имею ввиду Впереди дома И там, где вы ее Не нюхаете Я ее не нюхаю Она стоит для красоты Немцы ее любят На штамбе Потому что я видела Их много У кого на штамбе Они такие Если я там еще Ухаживаю Закрываю их Но Старые штамбы стоят Они выносят Любую погоду И больно-то За ними никто не ухаживает Но им-то уже Много лета А ему-то еще Не так уж может Четыре года Может быть Вот Три Тут у него снег С крыши падал То еще что-то В общем Сейчас мы на крыше Поставили Заграждение От снега Соответственно Снег не будет Валиться на розу И ломать ее Я не фанат В принципе Леонардо да Винчи Потому что она Абсолютно ноль По запаху Сейчас вот нюхну Скажу Ну что Она пахнет травой Просто Просто травой Но нету запаха у розы Есть Ред Леонардо да Винчи Эта роза используется Ну типа для красоты Просто вот Как стоят кусты И никто там Их не нюхает И никто к ним Не подлетает Потому что они не пахнут Роза абсолютно не пахнет Но люди любят ее За здоровье Цветет она в два Присеста На эти Как говорю Что Я вообще В этот 15 евро Был Штамп Это было Очень дешево И я соответственно Его купила Но к нему Покупал Естественно Потому что там Сильные ветра Подставку под штамбы Она уже стоила Где-то Я показывала ее Кстати Может 20 евро Если не больше 25 лет Она сборная Такая Из двух частей Состоит Вот Впереди дома У меня там Практически розы Не пахнет Там Мойн Мойн Юген Слиба Пахнут там Шерри Гелл А Исла тоже не пахнет Но Исла Чуть-чуть выдает Там один из пяти И еще там Цепети В общем В окружении Вот Штамп В окружении Юген Слиба Мойн Мойн Шерри Гелл И Цепети И Исла Ну вот И там Значит Литриция Надо кстати Показать Как-нибудь Что там Ну там Просто ничего Практически Сейчас не цветет Литриция Литриция Лаванда Шалфей И Кошачья мята Кстати Кошачья мята Покажу Вот Там кот Кстати чихает Ну вот Это все Кружается Кстати Я пересадила Сюда Кировской Вон Кот Живет Что ты Жрешь Там Мингу Вот он Живет Это Кошачья мята Это Вносится Как у Горелой Это Кошачья мята Надо просто Пофоткаторчик Перед домом Соединить Фотки Покажу Вам Что Как Выглядит Ужаснейший Штамп От Леонардо До Винчи В общем Сюда Решила Пересадить Что Так Забавненько Было Понаслободило Место Давайте Покажу Быстренько Цветущие Розы Кого Заинтересует Из этого Кстати Хочу Штамп Сделать Вот Видите Вот До Сюда Подстричь Интересно Будет Легко Как Штамп На Сыщий Год Или Нет Констанция Моцар Так Это У нас Эшли Вот Я Просто Они Такие Лысые Потому Что Я Срезала Всю Поганую Листву Которая Непогода Все Прям Таким Пятом Покрывает Это Не роз Лили роз Посадила Лаванду С переда Притащила Он Чуть Чуть Растет Цветет Так что Однолетник Французская роза От Нирп Парфюм Очень Хороший Запад Так Цветет Новинка Плетущиеся розы Для тени Восторг Просто Ну Что Хотела Сказать Штамбики Издалека Покажу Как они Смотрятся Сфотографирую Вот Они Смотрятся Так Ну Тут Сейчас Георгины Все Закрыли Конечно Вот Так что Выбирайте Я считаю Что Если Брать Штамб Из Моей Коллекции То Соответственно Вот Так Вот Буйно Цветет Мари Кюри И Значит Леонард Я бы Советовала Ну Это уж Мои Такие Предпочтения Купить Новинки Хот Леди И Велбери От Пантау Ну Чтобы Как бы Я советовала Не знаю Смотрите Самый Да Кот Кот Такой Деловой Ходит Вот От Тантау Тоже Барок Роза Прекрасная Фантастическая Классная Роза Барок Они Большое Видео У меня есть Ну Любители Роз Обязательно Должны Иметь Чанда Сбьюти Прекрасный Цветок Прекрасный Аромат Голубая Роза Вот Она Тут Блюгел Фантастическая Красивая Роза Очень нравится Мне Афтографировать Блюгел Пашли Все знают Ну и что Все Буду Заканчивать И свое Видео Если Советовать Вам Штамбы То я Я бы Посоветовала Мари Кюри Хорошая Роза Для Штамба Я считаю Так бы Я ее Не купила Для Штамба Она Я считаю Что Одна из Лучших Постоянно Цветение Хороший Запах Ну Кто Как сказать Имеет огромные территории Хотят Там Посадить Еще советую Вот Леонардо До Винчи На штамбе Просто Как бы У немцев Полно Я так понимаю Что Тем более Эти немцы Они Не фанаты Там Садов Купили Поставили Она Растет Цветет И В общем Вот Она Плотный Лепесток Видите Плотный Лепесток И Не пахнет Ну Вот Такой Розовый Цвет Весной Она Выглядит Просто Фантастически Снов Сшибательно Можно Сказать Второе Цветение Не очень Ну У меня Она Как бы Еще Такая Старая Вот На этом И Закон Еще Упал Но И вести Я болею Поэтому Так Всем Пока Ну И В общем У кого Есть Штамбы Можете Написать Свои Любимые Штамбы